Увидеть ускользающую, неповторимую, постоянно меняющуюся красоту родного края, запомнить, вобрав в себя и перенести на полотно, не растеряв ни чувств, ни эмоций. Настоящая экспозиция посвящена русскому лирическому пейзажу, наполненному любовью к родному краю. Отсюда и название второй выставки большого проекта «Край родной, навек любимый». Именно эта любовь сквозь века объединила через картины и великих художников, оставивших после себя большое наследие, и совсем еще молодых, талантливых живописцев, имена которых только становятся известными широкой аудитории. Идея самого проекта «Новые имена» заключается в том, чтобы объединить молодых художников города Мурома и произвести связь времен между художниками старого поколения, с накопленным опытом, с молодыми художниками. Этот опыт передать следующему поколению через нас. То есть мы хотим стать связующим звеном между художником прошлого и художником будущего. Одним из первых русских живописцев, сумевшим перенести на полотно душу родной земли, был Алексей Саврасов. Посетители выставки смогли подробно ознакомиться с биографией и творчеством основоположника русского лирического пейзажа. А помогла сделать атмосферу выставки более возвышенной, конечно же, живая музыка. Когда он писал «Природу», когда учил своих воспитанников, он говорил так, «Весну надо писать так, чтобы жанровников на работе не было видно, но было слышно, как они поют». Поэтому сейчас наш визуально-зрительный взгляд мы хотим дополнить рядом музыкальным. Сейчас и лирическое дополнение. После экскурса в историю русской живописи посетители выставки смогли познакомиться и с современными работами молодых художников. Речь идет о выпускниках нашей художественной школы. Елена Петрова, Николай Молоденов. Новости 24. Муром.